добрый день дорогие друзья с вами елена виктория можно просто века и я получила запрос от нескольких человек том числе от надежды чтобы провести мастер-класс как сделать вот такие вот незабудочки эту композицию улиточки многие из вас уже видели я просто поставила ее сейчас сюда чтобы показать вам как выглядят незабудочки и мы сегодня постараемся их с вами сделать итак для работы нам понадобится линейка кусачки лоскогубцы проволока 0 4 это номер 26 но вы можете делать их на 28 то есть 03 также зеленый бисер для листочков и ниточки мулины или флористическая лента и проволочка потолще для основания стебелька вот она у меня здесь но обо всем по порядку и так разновидности незабудок очень много я специально штудировала интернет смотрела есть болотные есть садовые незабудки все они маленькие размером но у одних стебельки бывает 15 сантиметров у других 20 сантиметров также бывают незабудки розового цвета и даже белого цветов обычно это лесные дикие незабудки мы с вами будем делать садовую незабудку синенькую а вы можете взять любой бисер синего голубого цветов либо смешать разные оттенки синего я например смешала три оттенка синего темно-синий голубой и такой средний синий что мы делаем на проволочку номер 26 или 04 мы набираем сначала желтую бисеринку это будет серединка затем 25 бисерин основного синего цвета или голубого неважно затем опять желтую бисеринку опять 25 бисерин синего цвета опять желтую бисеринку и так примерно от 5 до 8 раз мы будем плести одну веточку на которой будет от 5 до 8 цветочков и так начинаем так как стебелек у незабудок примерно 15-20 сантиметров я в данном случае оставляю свободный кончик проволоки 15 сантиметров мне это будет достаточно для того чтобы посадить потом незабудки в композицию и так что мы делаем каждый лепесточек состоит из пяти бисеринок отсчитываем 5 бисеринок и делаем просто петельку скручиваем два раза получился вот такая вот мало хлющенькая петелечка и так делаем пять раз близко близко к друг другу отсчитываем 5 бисеринок скручиваем получается 2 петелька отсчитываем 5 петелек иногда бывает что вы например сбили со счета и у вас вместо 5 бисеринок вы вы видите что вас 4 или 6 не пугайтесь у меня так было ничего страшного это это придаст лишь более натуральный вид вашему цветочку ведь а в природе не все идеально правильно сейчас мы сделаем 4 прокрутим главное не перекрутить и бывали случаи когда проволока просто обламывал знаете как обидно но ничего и последний лепесточек 5 конечно у меня обычный китайский бисер если вы будете плести из чешского или японского конечно они будут даже более красивые более ровненький а вот теперь когда мы сплели вот такой вот цветочек что я делаю я беру этот желтый бисер придвигаю его сюда и завожу за противоположные лепесточек а затем беру свободный кончик проволочки и скручиваю обе проволочки по цветочкам ну примерно я так делаю обычно на глаз примерно на два сантиметра на два сантиметра идет скруточка когда мы скрутили все мы должны расправить нашу конструкцию правильно чтобы уже посмотреть что же у нас выходит и вот наш первый цветочек да он маленький такая невзрачненький но уверяю вас в результате получится красота и так свободный кончик проволоки мы оставляем в покое он нам больше не понадобится сейчас но у нас есть низко с бисером и мы продолжаем работать на проволоке не отрезая ее от катушки следующее что мы делаем я отмечаю вот кусочек проволочки чуть выше чем этот цветочек ну для того кто не особо пока опытен бисероплетение но это примерно три с половиной сантиметра проволока вот от основания первого цветочка и до того что нам нужно держу пальчиком смещаю пять бисерин и делаю первый лепесточек два раза скрутили продолжаем дальше два раза скрутили и так делаем пять раз и итак мы сделали второй цветочек и скруточку цветочка опять на примерно на два сантиметра а вот эта часть проволочки между цветочками пока свободная следующие тоже самое мы точно также отмеряем примерно три с половиной три когда четыре сантиметра это все зависит от того как вы хотите густо ваши цветочки близко друг другу либо чуть подальше опять отмеряем проволочку и делаем все те же самые манипуляции опять первый лепесточек 2 3 4 5 и не забудьте про желтую серединку и так вот сейчас вот я сплела 4 цветочек и думаю что на этом надо остановиться потому что это будет серединка моей веточки что я делаю дальше я сделала скрутку 2 сантиметра и сейчас ее чуть-чуть продолжу потому что следующий цветочек должен быть под серединкой но чуть-чуть повыше чем цветочек с противоположной стороны если вот видите отгибаем веточку и делаем вот чуть ниже чем основной цветочек придерживаем пальчиком и опять все тоже самое 5 лепесточков желтенькой серединкой и так мы сделали цветочек чуть пониже чем центральный цветок нашей веточки и делаем скруточку теперь под этим цветочком вплоть до соединения с верхним цветочком с центром нашей веточки скруточка должна быть ровненькая напоминаю что самое главное это скрутка и ровный стебелек поправляем наш цветочек расправляем сильно не давим а детали маленькие проволока может и ясночь так дошли до соединения с основанием первого цветочка верхнего скрутили теперь приподнимаем вверх его так вот видите у нас уже вот что-то получается и далее делаем скрутку до цветочка с противоположной стороны скрутили и вот еще не дошло немножечко вот так далее вот этот цветочек тоже поднимаем вверх и у нас уже формируется верхушечка веточка цветочка обязательно расправляем все лепесточки нам это сделаем потом уже главное нам оценить что что к чему и так цветочки которые мы сделали до этого у нас по одной стороне по левой а мы продолжаем плести по правой теперь вы можете сделать здесь цветочек к верху пойдет а я чуть-чуть спущусь вниз и вот на этом вот расстоянии которое идет между третьим цветочком и цветочком с левой стороны по следующим я буду делать еще один цветочек вот примерно вот на таком вот расстоянии формируем веточку так сплели цветочек и опять до основания до соединения с основной проволокой делаем скруточку расправляем все иногда серединка уходит мы ее приподнимаем и делаем естественно в центре чтобы ее было видно чуть-чуть приподнимаем лепесточки придаем более натуральный вид цветочку так и у нас вот у меня лично осталось два цветочка с этой стороны то есть я продолжаю скрутку основному стебельку придаю натуральный вид веточки делаем дальше и теперь я уже чтобы сэкономить ваше время я больше не буду набирать сюда бисер и продолжать я просто вот этот цветочек в эту сторону сделаю цветочки должны как бы располагаться в шахматном порядке можете немножко так в центр чтобы была красивая веточка и я продолжу здесь скруточку и вот этот последний цветочек который у нас был по левой стороне он такая станете у нас сейчас по левой стороне но мы его поднимем и у нас получится красивая веточка и так вот мы его приподнимаем и вот что у нас получается не обязательно чтобы расстояние между цветочками было одинаковое вовсе не обязательно и даже совсем не нужно потому что это более натуральный вид наши веточки и вот получается у нас такая веточка и под самой веточкой мы делаем скруточку буквально два-три раза не больше иначе у вас тепелек будет толстый и некрасивый вот такая вот веточка получилось у вас я также приготовила уже заготовочки вот у меня еще такие веточки где чуть побольше цветочков раз-два-три-четыре-пять-шесть вот так раз-два-три-четыре-пять-шесть есть она это и на сколько раз два три 4 5 6 тоже раз-два-три-четыре-пять-шесть 7-2-3-4-5 у меня где-то 7 и 6 вот а в композицию мне есть и 8 и 9 и так ну вот для веточки хватает примерно вот таких три маленьких веточки или 4 чтобы она была более пушистей